Иисус Христа 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 Агнец Божий Иисус Христа 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 Вы можете есть яйца, это не грех, но я скажу правильное представление, понимание библейской Пасхи, это именно пасхальный ягненок, его кровь, которая освобождает нас от смерти. И поэтому сегодня я просто вдохновляю каждого употреблять кровь Иисуса Христа, принять Иисуса Христа в свое сердце и призывать кровь Иисуса на свою жизнь и на жизнь своей семьи. Итак, тема проповеди будет называться «Замысел Бога». Прежде чем Бог сотворил землю, Он сотворил человека, прежде у Него был план. Вот прежде чем мы построить что-то, например, дом или сделать какой-то дизайн в квартире новой, у нас должен родиться план. И вот у Бога был свой план. Для чего Он создает землю, для чего Он создает ангелов, для чего Он создает человека. Все, что Бог создал, имеет свой смысл. Часто, если спросить у человека, вот вы идете по улице, в городе, вы остановите человека и вы спросите, просто вот так вот, просто возьмете и спросите, а для чего вы живете. И многие люди не могут ответить на этот вопрос. Такой простой-то вопрос, для чего вы живете. И люди не могут ответить. Ну, как это сказать? Ну, как я живу? Я живу, я живу. Для чего я живу? Для своей семьи я живу. Для чего я живу? Для страны я живу. Для чего? Знаете, есть три вопроса, на которые каждый человек должен за отрезок своей жизни найти ответы. Первое. Откуда я? Кто я? И куда я иду? Друзья, не важно, как вы проживете свою жизнь. То есть, важно, как вы проживете свою жизнь. Это тоже важно. Самое важное, это последний день вашей жизни. Как вы будете умирать? Пасха относится и к смерти, и к жизни. Посмотрите, Иисус жил в чудесах, когда Он был на земле. Он жил в чудесах, Он помогал людям. Но когда Он умирал, Он точно знал, что Он свой дух предает в руки Отца. Он доверял, что сейчас Иисус умрет на кресте, и Бог его воскресит на третий день из мертвых. И так и произошло. Он точно знал свой исход. Друзья, сегодня мы должны жить так, чтобы мы знали свое будущее, чтобы мы знали свое настоящее. Друзья, я хочу вам сказать, что нас сотворил Бог для себя. И вы знаете, несмотря на то, что Бог сотворил человека для себя, как вы, вот вы, вы рождаете детей для кого? Для правительства, чтобы они потом в армию пошли и воевали? Или чтобы они налогоплательщиками стали? Нет. Вы рождаете детей для себя. Первая цель. Для чего вы рождаете детей? Чтобы их любить. Чтобы с ними проводить время. Чтобы иметь взаимоотношения. И вы просто наслаждаетесь ребенком, который лежит. Вы думаете, эти чувства у вас само собой появились? Именно такие чувства у Бога к нам, к каждому человеку. Потому что Бог создал нас для себя. И Он умиляется нами. Да, мы Его не знаем. Да, возможно, мы и во грехах живем. Это тоже план Божий. Вы скажете, грех – это не план Божий. К сожалению, план Божий. Это входит в замысел Бога. Грех. Почему тогда Бог в Веденском саду насадил дерево добра и зла? Почему? Чтобы дать человеку выбор, свободу выбора. Чтобы показать человеку, что ты вправе выбирать меня или другое что-то. Бог не делает роботов. Бог не делает кукол. Бог создает живого человека с собственной волей. И никогда не претендует на нее. Слушайте, мы можем манипулировать людьми. Мы можем давить на людьми. И особенно это умеют делать люди-психологи. Или родители особенно умеют делать своим детям. Не получишь, если не съешь. Не получишь шоколадку. Вот тебе манипуляция. А ребенок? Вы думаете, он не манипулятор? Он как начинает плакать, что ты сразу… Ой, да-да-да, на-на-на, возьми. Тоже манипуляция, да? Бог нас создал для себя и позволил уйти от него. Друзья, вы скажете, это странно. Мы не хотим, чтобы дети уходили из нашего дома. Да, мы хотим, чтобы они однажды выросли и, знаете, стали самостоятельными. И ушли из дома, чтобы начать свою семью и имели с нами общение дальше. Но не так, чтобы они ушли, захлопнув дверь и сказав, я пошел отсюда. Здесь меня не любят. Бог создал тебя для себя и позволил уйти от него. А потом осознанно на каком-то отрезке жизни ощутить нужду в нем и осознанно прийти к нему. Друзья, вот это и называется покаяние. Когда ты живешь без Бога, ты краем уха слышал Бог, ты краем уха слышал Иисус Христос, ты краем уха слышал Пасха и даже чокался рюмкой. Кто этого не делал? Ты чокался яйцами, вообще ничего не относящийся к Иисусу Христу. Ты как-то вроде говорил Христосе воскресе во истинном воскресе. Ты даже не понимал. Но потом Бог начинает с тобой разговаривать, к твоему сердце обращаться. Ты, не зная Бога, ничего о нем, начинаешь слышать зов его, приди ко мне. Он лично тебя начинает звать. Бог никогда не зовет толпу. Он начинает тебя, только тебя лично звать. Как будто ты единственный житель на этой планете. Он начинает уделять тебе внимание. Он зовет тебя, иди ко мне. У меня для тебя есть дом. У меня для тебя есть пища, уют, тепло, любовь. И вы знаете что? Вот когда человек осознанно понимает, что он грешник, что он не просто грешник, не с таким отношением, а мы все люди грешники, нет. Что я просто падший грешник. Я просто негодяй. Я просто черный человек. Я ужасный человек. Вот когда происходит покаяние истинное. Когда человек видит свою грязь, свои грехи, и в этот момент понимает, насколько Иисус продолжает его любить, и призывает его, приди ко мне, и я тебя очищу и омою. Вы знаете, ни одни люди не ходят в баню чистыми. Вы где-нибудь видели, чтобы люди в баню шли чистыми? Приготовились, хорошо помылись, наделись в новую одежду и пришли в баню. Так же и к Богу. Когда человек говорит, приходи к Богу, он говорит, я не готов, я слишком грешен. Так вот поэтому ты и приходи. В баню идут грязными, и баня вас делает чистыми. То есть Иисус нас делает чистыми. У Бога есть это, знаете, уникальное, как сказать, качество, что Он принимает грязных, грешных людей. Ты физически можешь быть очень опрятным, чистым, но внутри ты весь полон грехов. Ты полон бунта. Ты сам себя ненавидишь. Ты ненавидишь все вокруг. А почему? Просто потому, что ты не знаешь любви Божьей. Ты ее не пережил. И вот Бог тебе говорит, приходи ко мне. И когда человек действительно, осознанно делает эту попытку, он приходит к нему в молитве к Богу. Знаете, что с человеком происходит? Рождение свыше. Происходят великие перемены. Бог прощает грехи, и человек это даже чувствует. Он чувствует такую свободу. Он чувствует такую любовь, такую радость, которую он не может даже описать. Он чувствует такую легкость. Это называется покаяние человека и рождение свыше. И Божий план так и был устроен. Чтобы ты потом не сказал, Бог, ты мне никакого выбора не оставил. Ты был только, и все. А как я выберу тогда, если только ты? Вот поэтому Бог и допустил много религий, много конфессий, знаете, многобожье, ты можешь выбрать любого себе Бога, поклоняться Ему. Можешь статуям поклоняться, идолам можешь поклоняться. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Бог тебе дал свободу. Но я хочу, чтобы каждый человек сегодня услышал, что Бог дал свободу человеку только здесь, на земле. Потом, что происходит потом? Когда человек умирает, у него свобода выбора забирается. И не дай Бог, если вы умерли во грехах, и ваша свобода выбрала грех и остаться грешником, ваша свобода не выбрала стать праведником, а все-таки остановилась на грешнике, и вы захотели быть грешником в своей жизни, и вы умерли, то я вам скажу, всю вечность вы будете проводить в аду, в мучениях, как бывший человек. Дело все в том, что Бог тем людям, которые пойдут на небеса после смерти, а пойдут только те, которые избрали Иисуса, я хочу, чтобы мы услышали, что на небеса не идут хорошие люди. Послушайте, на небеса не идут культурные люди. Иисус сказал, я пришел, чтобы спасти грешников, больные нуждаются во враче. На небеса идут только те, которые приняли Иисуса Христа. Если ты культурный, воспитанный, образованный человек, и ты выбрал Иисуса Христа, ты идешь на небеса. Но если ты хороший человек, но ты отказался от Иисуса Христа, ты не идешь на небеса. А если ты грешник, ты падший грешник, ты столько зла причинял людям, себе самому, ты всю свою жизнь просто загубил, но вдруг ты поверил в Иисуса Христа. Знай, Бог прощает все твои грехи, и Он имеет место для тебя на небесах. Ты всю жизнь, всю вечность будешь с Иисусом в радости на небесах, в раю. И вот те люди, а это выбирает абсолютно каждый, я выбрал Иисуса Христа. Слушайте, мне страшно без Иисуса жить. Я выбрал Иисуса, и я верю, что я проведу с Ним вечность на небесах. Я ведь тоже мог отказаться, как многие это делают. Те люди, которые выбрали Иисуса Христа, будут на небесах с Иисусом. У них Бог не отберет свободу выбора. Свободу воли Бог не забирает от тех, которые с Ним на небесах. Потому что Бог не заставляет Ему служить. И даже на небеса вы попадете, у вас будет свобода выбора поклоняться Ему, быть с Ним или нет. Но те люди, которые умерли, отказались от Иисуса, сказали, это для слабых. Знаете, есть такое сегодня понимание, что Иисус это для таких людей, для бедных. Иисус такой, знаете, вера в Бога, она для таких, для слабых людей, для умственно отсталых. Знаете, для таких, для очень асоциалов людей. Для безработных. А для успешных, хорошо одетых людей Иисусу зачем? Он не нужен. Те люди, которые попали в ад, от них будет отобрана свобода выбора. Они не будут там делать то, что они хотят. Это сейчас ты можешь делать грех, можешь не делать грех. Но в аду ты ничего выбирать не будешь. Ты выбрал, и условия будут такие. Мучения, день и ночь. Там не будет дня и ночи, там будет настоящее. Там не будут люди спать. Там будет постоянное мучение. Плач и скрежет зубов. И вы думаете, просто так Иисус пришел на землю? Просто так? Он же знает, куда люди идут после смерти. Это мы еще, знаете, многие думают, верующие, а может этого нету ничего? Может это, может есть, а может нету? Может это пугают настолько? А может есть рай, может нету? Кто знает? Знаете, Иисус, Он видел реальность. Он видел, что после смерти грешная душа не может попасть на святые небеса. Поэтому Бог послал своего сына в этот мир. Я скажу так. Бог любит все нации и все народы. Да, Он пришел в израильский народ. И израильскому народу, евреям, Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте радостную весть. И они сделали. И благодарность им за это, еврейскому народу, израильскому народу, что они передали нам Слово Божье, сохранили Библию, Тору, Новый Завет, передали нам Христа, веру в Бога. Мы были язычниками, мы поклонялись бесам. Раньше наши предки, что творилось на территории России, на территории Европы, на территории разных стран, это ужас был. Жертвоприношения людей приносили, чтобы только их не трогал этот демон. Если мы будем изучать историю, мы увидим, как ужасно жили люди раньше. Есть великое горе, которое находится на этой земле, среди людей, которых мы живем. Это отсутствие нужды в Боге. У них есть все. И они говорят, зачем мне Бог? У меня есть деньги, у меня есть хороший круг общения, у меня есть развлечения, у меня есть все. Зачем мне Бог? И это проклятие. Это самое великое горе, когда человек говорит, зачем мне Бог? Послушай, когда ты будешь умирать, тогда ты точно поймешь, зачем тебе Бог. Не жди последнего дня. Сегодня день спасения. прими его сегодня в свое сердце. Просто представь, что Божий план был такой, чтобы Иисус пришел к тебе сюда. Спасти тебя от грехов твоих. Никто тебя от грехов не сможет спасти. И дать тебе жизнь вечную. Друзья, сколько мы на земле еще проживем? 50 лет? Кто из нас еще 50 лет проживет? Это вопрос. Очень большой вопрос. Понимаете? А что потом? Для верующих звучит надежда. Потом у нас прекрасная вечность с Иисусом. Миллиарды святых. Бог. Самое прекрасное, что только есть. Бог. Будет с нами. Мы его будем видеть своими глазами. Это будет такое счастье. То, что я сейчас говорю, это настолько уменьшено. Я не могу передать всего. Но мы будем находиться в такой радости небывалой. От чего? От того, что Иисус пришел на эту землю. Умер за наши грехи и воскрес, чтобы нас оправдать. А что нам теперь нужно сделать? Нам нужно в это поверить и принять. Тот, кто поверит и примет. А как принять? Сказать, Иисус, я тебя принимаю. На словах. Как двое людей, совершенно разных, парень и девушка, согласились жить вместе и начать семью. Как? На словах. На доверии. Встретили друг друга, никто никого не знал. Он говорит, слушай, я люблю тебя. Я хочу провести с тобой всю жизнь. На словах создалась семья. Начало семьи – это слова. Начало новой жизни, начало твоего спасения и вечной жизни с Иисусом – это твои слова, которые звучат от сердца. Когда человек признается в любви, он никогда это не делает от ума. О, а что я с этого буду иметь? Понимаете? Он просто любит человека. Вот так же и к Богу. Придите и просто скажите, Бог, я так мало тебя знаю, может быть, я вообще не знаю тебя, но я прошу, приди в мою жизнь. Знаете, как многие люди говорили, Бог, если ты есть, сделай то и то. И один человек, он не верил в Бога. И мы говорили, есть Бог, но он не верил. И однажды он зашел на собрание, сидел, наблюдал за всем, и никому ничего не верил. И просто такой говорит, Бог, вот если ты есть, пусть прямо сейчас проповедник спрячется за кафедру и начнет кукарекать. Вы представьте, какой был хороший проповедник, который слышал голос Бога. Он остановил свою проповедь. Он спрятался за кафедру и начал кукарекать. Этот человек заплакал. Этот человек заплакал. Бог готов даже глупость твою выполнить, чтобы ты поверил, что Он есть. И Он тебя любит. Он тебя не осуждает не за один грех, потому что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Он не пришел, чтобы судить мир, но чтобы мир спасти. Все нации на земле спасти, спасти. И Он хочет видеть большую семью. Вот почему мы все называемся братья и сестры. Он хочет видеть большую, большую интернациональную семью. Он хочет видеть у себя евреев. Он хочет видеть у себя эстонцев. Он хочет видеть у себя русских. Он хочет видеть у себя еще кого-то. Латышей. Кого еще? Казахов? И так далее. Все национальности. Бог хочет, чтобы было разнообразие. вы же хотите кушать каждый день разную пищу. Хотите каждый день одевать разную одежду. Вот я уверен, что завтра вы будете выглядеть в другой одежде. Ну, послезавтра. Бог хочет разнообразие. Вот почему Он создал и мужчину, и женщину. Вот почему Он допустил много быть национальности. Это все для Него. И однажды мы уйдем к Нему и будет международная большая семья Божья. Где люди не будут больше ссориться. Где не будет войн. Где будет великая радость. Радость будет великая. В гости будут ходить. На работу не будут ходить. Понедельника больше не будет. Это правда. Это правда. На небесах работать не надо, чтобы жить. Там все вам приготовили. Там все вам дадут. Даже в больницу, когда вы попадаете, вам дают чистую одежду. Переодеваетесь. Заботятся. Кормят вас. Вам ничего не надо делать в больнице. О всем забота идет. Слушайте, небеса это в миллиарды, триллионы раз лучше, чем больница. Там о вас позаботились уже. А что нужно нам, людям, сделать? Тем, кто еще не знает Иисуса Христа. Вам нужно обратиться к Нему с покаянием. Просто с открытым сердцем. Вам не нужно заученные слова. Когда вы признавались в любви, вы не использовали чьи-то слова. Вы использовали свои собственные. Я люблю тебя. Я хочу жениться на тебе. Или как там. Понимаете, так же и к Богу. Когда человек приходит, хочет, он должен говорить свои слова. Бог, войди в мое сердце. Спаси меня. Пусть кровь твоя сможет из меня все грехи. Я принимаю тебя, Иисус, как своего Господа и Спасителя. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Субтитры сделал DimaTorzok